здравствуйте мои дорогие подписчики прогулки по осетии олане гурам карсанов с вами и гуляем опять по красотам по песням все осетии друзья мои уже некоторые места получается что уже иду по второму кругу потому что где-то снимал летом и почему вам не показать это же зимой смотрите теперь я нахожусь непосредственно внутри самой деревни уже ничего не осталось из аула кроме останков ганахов ганах это дом крепость или же отдельно башень внизу располагается славный поселок городского типа фиагдон вот внизу видите корпуса это у нас фиагдон в целом это все называется фиагдоном однако же делится там хидекус забыл как это селение называется так вот там внутри располагается аланский мужской монастырь и глубже уже уходят в сторону границы с грузией за этим хребтом переход страну даргавса тагаурское общество вот а мы находимся в куртатинском ущелье насколько органично они все это вписывали скала это тебе уже одна стена готовы и смотри внутри они покрывали извеи известняком вот четвертая стена сразу тебе готова скала к нему делаешь кладку кстати очень меня удивляет я во многих местах был но именно здесь крепостные камни они какой-то округлой формы и видно что это не речной камень а скальный на куски от скал такие большие куски волны огромные я сейчас к сожалению не могу разобрать где у них был на хас центр села вот это уже скорее всего реставрирует заново кто-то строит но мы с вами прогуляемся надо будет как-нибудь следующий раз местного с собой забрать чтобы мне досконально всю историю рассказывал кто здесь чего почему как что не казаться профанно вот на этом давайте не кончается смотрите боевые башни которые еще довольно таком приличном состоянии судя по всему они не разрушались вот и из у огромное но это уже наводел идет ваша башня это крепость фамилия гаджиновых там наверху бегают две большие овчарки надеюсь они от жизни собачьи не кусачьи пойдем выше выше сюда забираемся кстати очень интересные башни здесь наблюдаю они без фундамента прямо построены на на скале вот каменный массив внизу идет и сразу идет наверх башня заглянем разу здесь так не широкие стены вот но на сухой кладки очень интересные камни по углам похоже на лестнице однако же это которые соединяют углы конечно крепость башня не самая большая есть и покрупнее но даже такую построить в те времена могли позволить себе не каждая фамилия не каждая семья вот это башня очень уж похоже на башню христановых я могу ошибаться но у христановых он также построен на скале и очень так зариточно может осмотрится ну это совсем малюсенькая башня узкая вот так вот то видно что конкретно вот там вот там зажиточные были сейчас уже в последние годы слава богу появилась такая тенденция то есть фамилии представители фамилии скидываются и начинают отстраивать возводить свои фамильные башни заново тоже очень красивая такая классическая с низкая башня вот этот впечатляет такой из большого камня из крупного камня сделаны и массивный большой такой узенький маленький как эти и кстати дома друг на друге как они тут как они тут находились свои дома но цемати не является каким-то маленьким селом это полноценный средневековый аланский город есть предположение потому что он очень большой таких больших аулов по современным меркам это конечно аул если взять по меркам средневековым и довольно такой большой городок этого периода нашел улочку а то хожу брожу по весен а вот то видно что улочка улица узкие расщелины показывает о том что это позднее построение то есть для огнестрельного оружия бойницы предназначены это стопроцентный ганах вот так они жили обществами обществами и их пахотные земли сенокосы они как правило бывали по другим местам тут же выше есть еще виде некрополь кто-то смотрел мои летние записи по этому месту я вам показывал также такой городочек городок мертвых и такого по размерам там меньше чем дороговцы вот круто очень компактно проживали и при этом проживали представители разных фамилий порой даже не всегда родственным друг другу конечно же впечатляет цематы нельзя считается на весь до 100 примечательности представьте вот вот это все были дома вниз дома туда дома и когда-то здесь кипела бурлила жизнь чего ты сообщ и атмосфера здесь это очень здесь очень хорошая энергетика мне здесь комфортно на относительно безопасной высоте потому что там еще ниже но тоже вдоль реки очень много сел и цариковых и мамсуровых и хадиковых внизу в дзиргисии вообще башня хилкановых и вообще фиагдония сама по себе почему стало популярным раньше это был шахтерский городок но почему стал популярным потому что здесь климат был хороший сухой климат при малой влажности об этом надо было спросить наверное в древности как тут жили хорошо ли им тут было но однако же один из мощнейших обществ осетии это куртатинское общество посмотрите какие валуны огромные для фундамента вот так бродим гуляем вроде мы гуляем с туристами и вы также можете к нам присоединиться для этого нужно написать мне а кто не может подписывайтесь на канал и смотрите эти видео вот уже в верховье села эти усыпальницы я вам показывал эти запасы склепа я вам показывал в летней записи вот такой чудный фиагдон в частности цемати и крайняя крепость просто по ним видно насколько это архаично потому что во многих крепостях допустим кто-то из тонкого сланца здесь просто по камня видно насколько это мастита крепко прочно и даже стоит тысячелетие практически вот так вот на одной из башен есть табличка хочу его прочесть сейчас мы пойдем туда так сюда поднимается машина и моя бы поднялась но там шлагбаум который закрывается на замок отсюда уже внизу селени хитокус и дальше по перевалам здесь можно перейти в сторону валаджира то есть можно спуститься к уналу и здесь же современное кладбище тут же надо пока эту землю вырыть чтобы похоронить буквально смысле крыша одного дома служила двором для другого двора для другого дома я первый раз сюда попал в ягдон еще студентом лет 17 назад и не было еще здесь настолько больших помпезных домов сейчас это превратилось это горная рублевка считаешь кто родом теперь в очередь конечно же строят здесь воздвигают огромные башни свои родовые вот так вот сзади горсановская башня тоже было вот из такого камня сделано из прочного крупного камня и наверху камера не передаст на самом верху располагается две большие крепости тут чем-то на самом верху располагается смотрите еще раз подчеркиваю смотрите на моем канале сделаем маленькую паузу вот это вот а Hey а он с той стороны как так теперь пойдем и посмотрим по очень хрупкому строению нужно пробраться к этой крепости башне они узковатые может быть раз два три четыре пять метров только здесь современного отреставрированная и внизу также продолжение где мы уже до этого поднимались но я хочу прочесть эту таблицу что написано на этой таблице ну вот зашел с тыльной стороны и тут таблица средневековый памятник жилищно-оборонительный комплекс фамилии басаевых родовая башня фамилии восстановлена басаевыми борисом александровичем и борисом бештавичем вячеславом залима и эльбусом надо последовать их примеру также восстанавливать свои родовые фамильные башни может быть не самый крупный но видите фамилия подсуетилась и сохранили свою историю историю надо видеть вот хорошо вот так что как видите басаевые фамилия сниская баса то иронов очень интересно по этим средневековым назвали на наверное на фоне вот этих башен крепостей я завершу свой рассказ про цематрии гулять и прогуливать себя холодно ли не холодно все равно проходить красота неописуемая абсолютно точно прогулки по осетии с городом карсановым фиагдон вселенной цемати всем пока